поехали так можно сказать как словами товарищи тунеядцы алкоголики да это прямо мы и приятно встретиться с вами за этим круглым столом легенда в барной индустрии да вот так считает я так не считаю но кто-то так считая на это правда сразу же то есть да вот просто просто как ты попал вот в эту индустрию я это вопрос задаю просто для того чтобы как-то начать и не понимал с чего нужно такие штуки начинает но смотри это вот если мы спросим например сейчас там барменов моего поколения а это 35-37 лет то 10 из 10 скажешь что это была воля случая просто так получилось у меня это случилось абсолютно точно так же я не планировал никогда работать барменом я по барам особо тогда не ходил я жил сам родом из города пермь там баров то тогда никаких не было а я в баре уже работаю больше 18 лет и поэтому там это просто произошло так что нужно было какая-то подработка я пошел сначала официантом работать потом встретил какого-то очень интересного бармена который меня поразил своими там какими-то скиллами он одновременно говорил нескольких языках это было в баре при отеле отлично шутил у меня было фантастическое чувство юмора причем на всех языках он успевал тут раздать пизде ли официантом он успевал делать свою работу очень правильно и она смотрела про настоящий человек оркестр я смотрю и думаю блин так прикольно это наверное интересная работа и пошло как-то и пошло 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 мне вообще везло по всей карьере везло что рядом со мной всегда оказывался к этот человек на которого я равнялся и шел к нему постоянно тянулся к нему и вот как-то степ-бай-степ дошел до того что да уже 12 лет работа в москве и вот кто-то считает да что я что-то сделал для ты внутри слушает вопрос такой если мы говорим про такие барные мекки и говорим про страны кто но для меня это абсолютно точно лондон это абсолютно точно мерило я к сожалению к своему с мере к своему большому сожалению я в северной америке не был я сейчас расскажу про японию просто про японию это очень интересный да вопрос потому что да действительно япония является большим мерилом не только в напитках но и в гастрономии само собой потому что у них просто менталитет такой они все должны довести до идеала но когда мы начинали была определенная там мы часто путешествовали ездили по всяким разным барным выставкам и всегда на всех барных выставках всегда был только один представитель от японии это уэна сан это владелец барах high five в токио и в какой-то и когда он рассказывал все действительно понимали что там огромная индустрия огромная но она дико развита там все очень классно с точки зрения напитков бокалов но вообще всего и мы начали задаваться вопросом почему только он почему только его зовут и ездить куда-то международные какие-то мероприятие вот делиться вот этой культурой японской барной и коктейльный а все оказалось очень просто потому что все-таки японцы это люди которые сильно закрыты в себе да и в своей культуре они не очень-то хотят делиться и там все очень до смешного что они все японцы говорят на английском языке на яченика но многие практически никто да а он как раз был тем человеком который говорит на английском и поэтому он путешествовал по этим всем выставкам и так делился и тогда нам дай мы узнали о том что есть вообще японская барная культура что она очень крутая на очень мощно но для меня это всегда лондон потому что и но я там был достаточно много раз и видел как она меняется видел как там все происходит для меня это конечно мерило мощно мне еще очень понравился с точки зрения гонконг гонконгами тоже очень сильно понравилось я так понимаю да 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 англичане да 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 но это еще и все-таки гонконг стал это такая новая это не так давно появилась и не так давно открылась в соединенных штатах америки к сожалению не был но я думаю что так просто такая история что во времена сухого закона то есть когда вся вот эта культура уже была на пике в штатах когда начался сходе конштатах все переехали в европу и начали это все продвигать в европе первый коктейльный бар и очень известно один из первых коктейльных барах очень известных появился в париже он называется харрис нью-йорк харрис бар нам придумали благе мэри он все еще работает ему там уже тысячу лет вот и поэтому все пошло мне под париж барный наверное не очень то есть ей вообще есть такое понятие что у людей кто занимается коктейлями барами есть два лагеря одни любят лондон 2 любят все остальное кроме лондона вот я в первом лагере скажи вот есть в россии что-то такое чего нет во всем остальном мире мы конечно я конечно есть это гостеприимство открыл свой профсоюз да ну вот концепция депо то есть но пробухать такое есть везде такой есть валентия я бывал вале я такое есть точно в копенгагене я был в копенгагене как раз на таком рынке первый раз ты был еще задолго до открытия депо и вот там я зашел и вот этим много концепции когда куча куча на одном пространстве откуки пола так тоже может быть меня смотреть какой вопрос я есть такая история ну скажем так мода на коктейли в определенное время ну и соответственно как основной как основа мода ингредиент в какое-то поколение там или какой-то этом годы была мода на вискаре это дети да 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 он там не знает на джи романа есть такой да это связано как бы с маркетингом алкоголя они являются двери а больной компании они они это поддерживают они это подняли поддержка является мы как клиенты мы как гости мы как гости вот смотри сейчас очень это наглядно потому что сейчас это будет объяснить очень просто а вот сейчас у все во всем мире гигантский тренд на здоровый образ жизни да это у меня есть такой вопрос хитрый тебе вот и сейчас все начали то есть и люди начали приходя в бары допустим раньше выпивали там пять коктейлей да а сейчас они говорят нам 2 потому что мы стараемся контролировать употребление алкоголя и мы были непрофессионалами во всем мире это сейчас идет тенденция просто снижение алкоголя пости крепости да 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 вот и мы бы были непрофессионалами если мы этого не заметили и мы такие а людям нравится что-то слабо алкоголь на значит наверное нужно готовить хайбл и которые мы все видим до в больших бокалах большое количество льда слабо алкогольный напиток и таким образом и гостя сохранили в его рамках там пяти коктейлей но он получает алкоголь и столько же сколько из двух там раньше например также стала огромная мода на вино все начали люди пить вино повсюду открываются винные бары открываются огромные качественных хозяйств это все дело сильно развивается и тут мы тоже подумали что начали часто слышать ответ на вопрос когда человек приходит в бар для вас не смешать он говорит нет не спешите то что пил вино а у тех вопрос такой на вине вообще вот не на вине я делаю кличке делу 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 конечно да вот и я это вот продолжение истории что мы такие аааа все пьют винду давайте коктейли на вине смешивать и все у меня даже была история мы с жарте крови с поцелуем делали ужин который заключался в том что мы подавали 6 по моему 6 напитков это мы начали еще с ребятами с кофемани несколько лет назад и потом это все переросло реально в какой-то уже упакованный кейс что это званый ужин где коктейли только на вине 6 коктейли причем на вообще не на дешевом вине и это как раз я там у меня весь пить заключался в том что я говорю что вот вино вином но на нем можно тоже смешивать это тоже хорошо я не знаю когда правильно сказать суть следующее ну как бы есть там классические сигареты табак я так понимаю что основным как бы лобби и появление электронных сигарет это все но были табачной компании лишь но прошли до имена меняется что-то отменяется тоже там ария салку это здоровый образ жизни я когда это не так вредно баба как бы есть алкоголь соответственно я так думаю что алкоголь тоже наверно в эту сторону начинаем там двигаться тоже понимаешь что когда-нибудь наверно зожники могут в хорошем смысле слова победишь и сказали что это зло конечно вот но человек все равно этот элемент эйфории дурмана какого-то мы все новое кайфово но главное что потом как не так токсично было как после алкоголя и сейчас там вроде я такие вещи там наслежу что там опять лондон как бы впереди планеты сей начинается там тенденции какие-то новых таких баров миксологии где начинает смешивать не алкогольные напитки но при этом человек получает то же самое он такой же болтливый становится веселый и конечно же логия эта психология работает вот смотри у нас есть там например с тобой нас точно есть такой ритуал мы приходим в бар начинаем выпивать все у нас нам понятно мы зашли в бар сделали заказ у бармена нам поставили бокал мы выпили мы у нас голова привыкла мозг привык тому что мы сейчас будем немножко расслабляться на каждому не садится начинаем все потихонечку и становится веселее болтливее и вот приходить какой-то этот пик алкогольного опьянения глобально если мы с тобой будем выполнять всю ту же последовательность действий но у нас пока ли будет либо безалкогольное вино либо безалкогольный джентоник а вокруг люди все будут бухать также то мы будем перейти просто этой психологии переема повадок повадок и мы будем смотреть что люди стали больше материться там у кого-то язык начинает заплетаться кто-то начинает немножко пошатываться и даже мы не выпивая алкоголь просто мы находясь в этой среде мы тоже будем себя вести так мы тоже будем немножко чувствовать какой-то такой вот повеселее стало можно и на какие-то темы более закрытые поговорить и вот это вот все это просто исключительно психологический момент это действительно прав что в лондоне сейчас это огромный тренд это вообще сейчас открываются но не только в лондоне во всем мире начало открываться большое количество баров где готовят безалкогольного вина безалкогольного джентоника абсолютно так же выглядящий бар я не думаю что там типа собрался бар и все там как бы это притворять я не осмотреть я скажу это просто тут еще потом подключилась история социальной миссии что например вот в лондоне а вот у меня есть классный классный историю от моего знакомого из эдинбурга достаточно пьющий город все бухают в пабах вообще все пью точно да но есть все равно количество какая-то часть людей которые это потом дерутся да но есть какая-то есть какое-то количество людей которые не выпивают и когда все ушли в пабы им делать общение и они такие а чё нам делать и здесь появляется чувачок и горит а я сейчас открою пап только безалкогольный и там в виду ваши особенности веры здоровья еще каких-то убеждений вы можете сюда приходить то же самое социализироваться сидеть болтать там что хотите делайте но вы просто пьете безалкогольно и в самом пьющем городе в одном из самых пищи городов мира у этого бара безалкогольно стоит очередь то есть для меня это был вообще нонсенс и я потом начал задуматься начали об этом рассуждать тоже часто почему так и вот как раз сейчас уже это пришло в ту точку что это наверное больше история именно социальной миссии какой-то чем продукта до в первую очередь вот возможности человеку прийти в третье место вот мы сейчас разговариваю о том что значит теория про третье место что у человека есть два места работа и дом это основные места где он находится и всегда чтобы третье место чайная понимаем всегда быть у любого человека чтобы там можно было расслабиться когда например происходит что-то что тебе туда не позволяет больше ходить потому что все бухают и не бухаешь и чё тебе как бы там делать тем более до последнего момента это выглядело очень комично приходишь в бар со своими друзьями все мы оказывались в этой ситуации когда например приехал за рулем все бухают и говоришь я не пью и ты столько в себя услышишь всяких разных проклятишь на тебя и да ты да то и ты весь вечер будешь проклятым тебя там будут смотреть и пальцем тыкать время я если и закажешь что-то то это будет выглядеть всегда отлично то есть ну максимум тебе принесут лимонад до который выглядит как джунгли в стакане у ребят эстетичные красивые бокалы в которых ну где ты классные коктейли или там вино а ты сидишь вот с этой хератой и сразу видно что ты как-то отличаешься и у тебя в этот момент начинает между тобой твоей компании даже расти не определенная такое расстояние ты увеличиваешься в расстоянии они-то бухают а ты сидишь они подкалывают постоянно и в какой-то момент даже в разговор в клинице не можешь в этот потому что вроде как психологически просто какая-то появляется преграда а когда ты сидишь ровно так же и пьешь ровность таких же бокалов но безалкогольное вино то этой преграды не встает и ты начинаешь как-то в этом всем деле взаимодействовать с ними все получается классный вопрос такой как бы дальше что называется смешное слово вчера там даже по этому поводу говорили москве в том числе и много где но я считаю что какой дурной тон такой вариант приходишь заказывать классический коктейль ну допустим негрони те горит такие даже ты наблюдаешь картину барный чувак там из-под места стоит бутылку уже намешанного не да тебя просто наливает кладет амулет отдает смотри мне мне это прямо тело ну то есть я как бы я вот эти вопросы как бы бар это всегда стойка или стол как бы для меня это даже вообще без варианта без остойка на себя стойка как для меня вообще непонятно те люди которые пришли в бар сельки за стол я просто даже в голове понять не могу чудо можно в ресторан сходи это правда смотри я с тобой здесь вообще абсолютно в одной лодке мне эта тенденция не близко я считаю что гости которые пришли в бар они должны если мы говорим про прямо коктейль не в бар тогда конечно это должен быть то есть за что мы в основном то платим в том числе платим деньги еще и за ритуал до определенного мы смотрим что красивый человек за баром или там красивая девушка за баром начинает смешивать берет какие-то бутылки еще и берет какие-то бутылки которые мы с тобой не знаем нам становится интересно мы начинаем диалог какой то есть а что это такое а почему так почему вот это вот все для меня коктейль на бар должен выглядеть только так то есть бар это всегда диалог между гостем да и и взаимодействовать и вот это какой-то ритуал и там последовательность действий и я допускаю и мне там нравится там недавно нагревание были там мы заказывали три подряд там french 75 он при во первых классно его дел и все три ну просто одинаково и при этом он мешал до уровень да да больше людей для меня это является уровень я просто как-то да да скачать всегда ты не понимаешь зато ты все время пьешь одно и то-то я вообще не поймать что я пью там и до поставить мне якобы рассказали да это все там тоже самое слушайте но я тоже кстати я пришел в бар во многих бар этом стоит огромное количество бутылок там как бы у меня есть свои какие-то заскоки но я люблю именно пить этот джин ну да очень часто от наших барменов слышит историю ой вы знаете этот джин лучше пить и отдельно а вот для этого напитка какое какое мнение там и слушай там утренки когда уже чек пришел сказал какой джин да конечно конечно была задача чтобы был да да все правильно да и продать его подороже все верно а я допускаю что вот такой формат как ты показал это называется прибатч на то что да да сервировки смешанная я допускаю такой формат в ресторанах то есть там где большой трафик там где люди приходят сильно поужинать им ритуал приготовления напитков не сильно важен а еще и бар как правило находится где-то где-то либо далеко либо утоплен вообще бывает я видел рестораны где бары находятся вообще на кухне отдельная комната и там чувак он даже вести не видно просто смешивать вот там я запускаю на самом деле мне кажется это правильно что на кухне мне кажется лучше и не видеть как бары барбан смешивая это вообще большая тема слушай это я могу сказать про все практически бары я же в этом плане замута то он там все старается смешать хорошо дед потом берет облизал опустил рука руками положил это какой-то там лимон тому там накрыл надеюсь такой чувак это мы с этим сильно боремся с этим сильно все против тебя да 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 что там эти рукой там где-то в зубах чисел не на смотри здесь здесь есть несколько опять же я тут буду выступать на как добрый коп я буду потому что для меня все таки приготовления и еды и напитков это очень близко и мы же когда готовим еду мы же все берем руками поэтому принципе я ничего не вижу зазорного понятное дело это будет выглядеть странно если он сначала так сделал например а потом положил пройду руками это тоже так маленько все тоже стрейч вот но вот она просто смотри еще же у каждого свои особенности то есть я на это может быть в виду какой-то там профессиональной деформации не обращаю внимание потому что я меряю по себе а и сам я там грязными руками с ником не полезу я мою руки за работая за баром там 1 80 за вечер постоянно то есть они постоянно сначала моются потом что делается опять же моются что-то делается вот конечно есть всякие тут нет нет никаких идеалов конечно есть бывают бармен всякие бывают всякой я тоже видел всякое но глобально то есть готовить для меня за баром руками это ок не допускать каких-то вот таких дурацких ошибок что там попробовал ложка и потом это же ложь туда засула там трубочку и даже положил но это просто чувак идет просто он не смог вся в голове соединить что попробовал убери выкинь либо помой за собой и тогда будет все окей а если эти все правила выполнены то в принципе еще же зависит от того как это выглядит да то есть даже это даже какую-то глупость можно эстетически подать но можно эстетически да но это такая глупость который сейчас ну да да попытаться попытаться как это все сгладить и вы выйти из этой ситуации либо там у тебя какая-то фантастическая техника ты очень красиво работаешь руками за этим приятно смотреть и как-то ты на это сделаешь народ вообще разбирается в коктейлях ты рассказывал как-то про одну про двух девчонок которые пришли в бар и на вопрос красный зеленый но слушай тут опять же надо понимать только ты разбираешься на самом деле смотри не они тут вот человек разбираться нет вообще они делают вот мы сейчас будем касаться очень разных много тем и надо понимать о чем мы говорим то есть сегмент ресторанного бизнеса да он очень велик то есть есть рестораны есть какие-то гастро штуки есть пабы есть бары есть коктейльные бары есть тусовочные бары и во всех них есть бары на пляже было для всех них существуют разные правила и понятия и какие-то ожидания да даже от гостей то есть разумеется я жду в коктейльном баре людей которые может быть даже если не знают но они интересуются не нового специфический бар вот и я я считаю что во всех коктейльных барах вот публика она плюс-минус одинаков я там тоже по путешествовал поездил посмотрел и вот плюс-минус разговоры они даже в разных странах плюс-минус одинаковые там не если про бутылку про ингредиент про бокал про то есть ли ты попадаешь такой бар ну как важно после другой стране это прям реально просто это реально комьюнити да 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 просто так люди конечно тоже попадают тоже попадать но чаще всего вот вот этот возраст начинается потом это потому что они те же комьюнити как бы и их по большому счету в любой стране много ограничено конечно а когда мы говорим про какие-то массовые места например ну допустим ресторан с хорошим коктейльным баром да где большущий трафик еще и улица к нити трафиком с большущим то там я допускаю что 50 то и больше процентов людей конечно гостей даже не знаю что они пьют то есть они не знают и вот здесь как раз важность фигуры либо бармена либо человека который ходит по залу есть такая есть позиция называется rover бармен он сам не готовит он просто ходит люди пока коктейльный сомелье и просто рассказывает и всем как бы эту культуру подталкивает и вот там как раз эта фигура самая важная вообще с точки зрения продажи и бизнеса именно если мы говорим про алкоголь и про коктейли потому что приходит например стол девчонок они видят что всех бокалах что-то налито и чтобы не показаться или оказаться в неловкой ситуации когда ты не знаешь что говорить они говорят то что они знают и знают они опироль шприц да ну так глобально или мохито то что мы все знали ну то что надо девчонки же все знают а я не горят нам там 5 опироль шприц и и вот когда человек этот rover бармен будет действительно обладать там классной харизмой классными знаниями и у него будет классный продукт и он подает ним скажет девчата давайте я приготовлю на свое усмотрение что-то типа опироль шприц будет плохо я их соберу это все будет за мой счет и мы вам приготовим опироль шприц давайте попробуем 99 процентов согласятся и 99 процентов не вернут это потому что они получат новый опыт и вот здесь как бы вот такая игра но то что они не знают наверное это нам как плюс так и минус то есть плюс потому что огромное поле для действительности еще работать и работать всех посвящать в это все дело и рассказывать делиться и есть куда расти минус что мы там видимо где-то кто-то из нас не дорабатывать не но я думаю так на самом деле все равно даже это из фильма какой-то и в принципе уже из личного все но так сказать потребители такого уже классических баров это дядьки да нормально девчонки приходят но им бы им по принцам вкусненько надо разбираться и не надо разбираться они реально другой эмоции они просто симпатично поржали похихикали тогда это абсолютно точно вот а коктейльный бар и в темный коктейльный бар каш приходят дядьки которые уж точно знать что они пьют конечно у них дома и там зачастую стоит свой бар в котором они точно разбираются и точно знают вот как дима при сюда приходит не только из этой водки там мне только из этого джина он точно знает что он хочет все супер мы в игре как скажешь если я есть это джин если есть вот водкой вообще легко пришла часа такая история которая ну для меня точно странно является и мне кажется как это просто это бред какой-то это мое мнение так бар приходишь начинать у нас тут свой джин есть надо у нас тут свой тоник до делаем да я тебе один слой это импортозамещение да да это нормальная история пускай бармен и что-то и бортзамещение но когда я не рассказал ты там не парниш не понимаешь вот я говорю нет слушая меня я не понимаю я с тобой здесь абсолютно для меня это дело изначально конечно петров изначально смотрят там не знаю я я очень сильно поддерживаю ребят которые делают свои тоники свои джины свои корделы все потому что я считаю что эта индустрия должна расти и в россии есть огромный потенциал для этого огромное количество ресурсов типа растений всех разных ботаникалов которые действительно можно сделать классно единственное что сейчас еще сама индустрия к этому не готова до производства вот таких крафтовых джинов а самое правильное что ты говоришь что бармен не должен тебя отговаривать то есть если ты пришел гришь я хочу выпить джин тоник на манке фото сэван да условно говоря тут никакой рекламы просто как пример дорогого очень примерно просто хорошие да или при причем как бы и такое мне кажется как ты популярный я без коже известный да 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 вот или заходишь учишь и да конечно ты заходишь и говоришь вот мне на манке санте говорят ну это же и какой-то молодой бармен например на считает что monkey фото сэван можно использовать только в dry мартини вот вот такая песня вот отыгрыши мне джин тоник и вот я всем это говорю там с кем работаю молодым ребятам с которым встречаюсь там что все человек гость твой сделал выбор тебе чего надо от него еще ты можешь сказать что ты делаешь здесь свой джин или тоник не проблема но ты приготовь ему и вот джин тоник на monkey фото сэван и сосе и рядом поставь маленькую стопочку того чем ты хочешь похвастаться перед ним и ставишь маленькую по маленький промочек своего джина и говоришь если у вас есть желание вот мы делаем свой джин попробуйте и точно также с тоником и вполне реально что вот этот путь он как раз приведет к тому что выпив джин тоник на маленький фото сэван пока ждешь например следующий или такой раз никогда не перейдет она ты попробуй меня не смотри вот такая история есть такое смотри ну именно мы говорим про такие засвета тая в хороших там баров да как правило но мне так кажется я по себе вы судите немножко потому что за знакомых в результате все мы проходили такую эволюцию там от какие-то там реально там малибу там всегда данные странных и напитков ждать и мы к чему там пришли в результате мы пришли в то место которое там нравится и вообще раньше коктейли он там реально служится конечно конечно разумеется 1 когда который на самом деле для себя выбрал сказал она и за счет этого это просто человек куда бы он не ездил он всегда его пьет и может быть он его пьет именно с того места где он конце когда понравился и все время он спросил еще один и везде там везде вопросе сделал до к результате этот человек допустим я вот я там фрэнс сэмити файв сижу на нем там я на нем реально уже сижу не знаю там лет 7 я в другой не пью в нигде я естественно его мне понравилось когда-то на какие-то ингредиентах я это запомнил если где-то бывает я это повторяю не такая фолка у меня рецептор уже просто даже может быть другим джинном напиток может быть это тоже классный куда напряжен мой проданет вольно он просто счет того что у меня уже рецепторы так выставить под эти ингредиенты чтобы я не пил мне кажется это уже ну да хотя лажа это не является просто у тебя так работа уже 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 да 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 конечно уж я уже просто привык к тем я приезжаю не потому что там тот плохо хорошо я уже реально просто но ты просто это вообще не слушать ты вообще классный бар флай ну вот есть такое понимание человек который ходит по барам постоянно и ты так называется бар флай да но это барная муха типа которая летает по бару стену бар флай да вот это ты человек который уже у тебя абсолютно точно сформирован вкус ты уже ничего нового не ищешь ну не это я варьем в классе вот вода ты больше вот консерватор мне такие гости нравятся 50 на 50 потому что все-таки бармен это творческая профессия и хочется чем-то тебя удивить зная тебя ты мне скажет я буду и вот на этом джинни я такой окей все кайф да должны быть и те эти то есть должны быть люди которые все-таки своим интересом подпитывают в барменов эту творческую жилку а это просто мне кажется это 50 на 50 не было меня мне кажется это нормальная история это просто эволюция когда я помоложе ну вот они и делают в том числе там творят какую-то творчество да потом они ставятся они все равно слушает от винь винь и не то же самое конечно со всеми разговаривал у меня такой же был начал с испании там все это запах италия как бы там аргентина чего францию пришел коктейлями точно такая же история абсолютно такая же история конечно это вообще абсолютно это я всегда вижу в своих гостях это я вижу в барах которые прихожу это я вижу в себе в том числе я сейчас хотя мне бы казалось нет вообще по рабочему профилю надо ходить и буков можно больше пробовать а я прихожу беру дайкери и все в любом баре мира я скажу мне дайте ли да скорее всего я попробую один коктейль из карты скорее всего но пить я буду дайте или спроса мартини но есть же то есть какие-то тренды течение мода на все вот это вот я вообще кто задает я гостя в гости то есть да вот есть старожила они вступят немножко смотри тоже получается у тебя сейчас есть такое что допустим это кто единике вот про моду в том числе кто задают вот есть такое но я не знает опять там из какой-то периодики или просто пошлияет напитки вообще не пьют текила есть ощущение что сейчас на такие больше коктейли сейчас нами скале больше коктейли зачем нами скале эти что такое это текила такая знаешь хусян текила кристианская крестьянская она такая она больше такой самогончик такими самоданом но в хорошем хорошем по 1000 баксов за бутылку вот мне так кажется вот я так могу ошибаться сейчас вообще на самом деле очень много начинается культуры в мексике мне почему-то кажется во первых потом начинает такие быть и джейские фестивали огромные самые крупные мигла сидеть я так понимаю что это везде там конечно эти товарищи так сказать наркоз да 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 все но это сколько не что процентов сто процентов это является как бы неотъемлемой частью конечно конечно они клиентуру в том числе популяризация и в том числе может через это идет популяризации текилы смотри здесь наверное больше я бы это выделил таким образом вот смотри мы с тобой уже сегодня касались периодики до что когда-то люди пили виски все пили виски мы все это помним время все 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 пытались разбираться виски пили виски затем мы бумаг дам до затем закончился закончилась вот эта вот эпоха виски я уже говорю то есть я прекрасно еще помню когда неправильно и пили все текилы и там перепивали так таких состояний что было неверно потом пришла уже нормальная мода пришла информация к нам в россию по поводу того как это пить красиво как это все делать и все начали пить виски все прошла мода виски пришел на смену виски rom все начали пятером затем люди которые производят алкоголь и поняли что например на производство виски и на производство рома нужно потратить 18 лет на производства хорошего виски или хорошего рома то есть 20 лет ты замораживаешь все в своем бизнесе просто ждешь ну понятно дело что понятно дело что там это все работает там на опережение но тем не менее ты все равно ждешь 20 лет и тут появляется они думают а как сделать так чтобы бизнес был быстрым появляется джин потому что джин можно производить вот в этой комнате и нам ничего не надо мы его прямо вот сегодняшний день произведем сегодня же вечером моего бутилируем и мы его продадим с утра и все начали смотреть в сторону прозрачных белых спиртов из-за того что у текилы было уже давным-давно вот это не очень приятная слава о том что это напиток для каких-то сумасшедших ветерина когда флягу отрывает конкретно до начали искать какой-то интересный крафтовый продукт на территории мексики и это оказалось оказался мискаль все и был в 2000 наверное 12 13 14 я думаю вот где-то вот в эти три года был гигантский бум просто на мексику и на мискаль в том числе начинали открываться миски миска лирея в то время открывается илькопитес и вот эта вся история начала просто мощно поднимать культуру потребления мискаля пройдет буквально еще год и мы снова увидим что мы начнем возвращаться коричневым спиртом потому что рынок уже прозрачными спиртами перенасыщен из-за того что произвести можно быстро и дешево да 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 то есть есть у меня есть приложение потом покажу кому интересно это приложение про джин и называется джин вентри я его установил 2013 году тогда там было 600 брендов сейчас 7000 брендов 7000 брендов за 10 лет этот рынок нам никому никогда не попробовать целиком то есть мы только можем выбрать свой любимый какой нам попадается на глаза и пробовать его и пить его да и поэтому люди начали понимать что ценностью этого продукта она снижается то есть они каждый день появляются каждый появляются тоники а значит ценность этого начинает сдуваться немножко и люди которые потребляют особенно консервативные ребята типа тебя они такие так может быть пить снова что-то выдержан там люди как бы больше внимания оказывают для производства этого алкоголя значит он наверное цене но логика есть и поэтому сейчас все придет опять коньяку и пойдет все опять по спирали пойдет коньяк потом пойдет виски ром и опять вот этот я поколение сменится и опять придем я не просто как-то его не очень и меня сейчас на самом деле вот уже в два года я начинаю искорил возвращаться вот вода но тут тут опять же история вкусовщины и там просто вопрос того что глобально мы все вернемся в коричневые спирты мы бы опять придем к выдержанным потому что все прозрачно она бесценилась она перестала меня вообще даже меня как профессионала джин перестал интересовать как факт потому что ну его столько что ты можешь перк под любую свою задачу можно найти любой зачем ждать какой-то премьеры еще очередного бренда джина если у тебя и так и здесь 7000 ну хорош куда вы куда рынок от греете уже чуть не делать вообще непонятно вот поэтому конечно я больше сейчас обращаю внимание на коричневые спирты там я являюсь еще и амбассадором конечного дома камю поэтому я там с коньяками очень плотно мы очень ждем так сказать от камю так сказать это вообще и проблении смс к на теле так легко вижу но у меня есть друзья да не проблема не проблема можно с тобой нет я тебе могу устроить сначала дегустационный сет в чайный ты придешь и попробуешь попробуйте переманить на сторону коньяка а там уже коробочки смс полетят очень сильно картина меняется я буквально всего лишь два года работаю очень плотно с коньяками и я сейчас вижу как картина меняется потому что да действительно произведите коньяка супер консервативные ребята это все очень взрослые и а сейчас наоборот поколение меняется в управление компании приходит молодая кровь и все и все понимают эту дикую пропасть между виски и коньяком ну там есть статистика что например в россии в возрасте от 25 до 35 лет 10 из 10 из 10 человек которые зайдут в супермаркет они никогда не купят коньяк они всегда если идут например на эту вечеринку они всегда купят только виски все это ну это вот нет это просто потому что виски мешают сколы и всяким другом конечно не мешает смешать ничего не смешает цена тоже а вот видишь вот видишь потому что да потому что еще и куча ярлыков потому что в россии коньяк считался всегда чем-то супер премиальным привилегированным напиток для взрослых ребят напиток для под на подарок кому-нибудь или напиток только на какой-то специальный супер праздник глобально это такой же коричневый спирт как виски а еще и улетали россии то есть во всем остальном мире видимо во всем не во всем остальном мире тоже также виски конечно когда говорил про коньяк французский коньяк но да надо понимать что просто на французском коньяке есть вот это вот ощущение того что ну действительно ведь напиток супер уникальный потому что его делают на маленьком клочке земли в одной точке планеты и больше нигде из специального сорта винограда а виски глобально мы можем все скинулись там по 5 тысяч долларов пошли по 5 миллионов долларов пошли открыли под на под новосибирском открыли вискокурни да и начали делать там виски нам никто ничего не запретит не но мы прекрасно понимаем что винный материал заводят в коньяк это делал нет шампанское законодательством запрещено миллион бутылок в эту шандон это не коньяк смотря это разные это разные законодательства смотря по производству коньяка есть специальный орган который контролирует на каждом шагу производства регламент коньяк это самый зарегламентированный алкогольный напиток который существует в мире его условно говоря за тобой всегда будет ходить человек с планшетом который будет проверять что ты делаешь вплоть до того как ты пока когда и как ты садишь семечку виноградную чтобы вырастить лозу они меряют размер лозы они проверяют ягоды они проверяют даже клей на который ты клеишь этикетку на бутылку у тебя все просто прорегламентированные написано от и до внутри но это на самом деле может быть и они в долгу выиграют за счет этого вот они до конью это и делают и они там все чтут эти традиции и это просто нарушение любого вот этого регламента грозит им тем что в партии в которой зафиксировано это нарушение регламента с этикетки где написан коньяк улетает слова коньяк и пишется слова бренди а например для таких огромных конечных домов там как камео хэнесси и рэми это невероятные имиджевые просто потери и они будут делать тратить чуть больше денег но соблюдать это регламент чтобы они всегда оставались коньяком для них это очень важно потому что практически всем это большинство конечных домов они существуют по 200 по 300 лет представляешь и люди которые производят коньяк ну вот и человек например работать на производстве коньяка там 80 лет и кому ему приходят и говорят но чувак ты сделал бренди это смерти подобно и там никто так не будет нормально конечно вот созвучь одержит кизлярский конец с коньяком вот эти все прихваты по поводу того что кто-то что-то завозит кто-то что-то как-то там химичит это вообще невозможно тут надо понять что еще и сам регион в котором до производства очень маленький а там все все знают там все все знают там многие сотрудники переходят друг от друга и поэтому на экосистем как только кто-то что-то вот такое попытается сделать и обмануть все остальные конечные дома то все его на виллу подниму я поэтому я решил что то есть да что я прихожу в какой-нибудь видно супермаркет я смотрю то есть в каждом вино супермаркет стоит там какое-то количество коньяков я понимаю что по всему миру так происходит а его производит всего на все вот такая вот небольшой не было небольшой плачу просто надо понимать что смотри например франция коньяк практически не пьет практически не пьет у них у них просто коньяку особое отношение они романы очень любят они армоняк пьют и но с карида у них кальвадоса у армоняка и у коньяка есть определенная особенность просто по отношению французов к этому то есть мы можем сесть вот сейчас за стол поставить бутылку коньяка а то и ящик и сидеть весь вечер пить его и ну прям бухать у них так не работает для них коньяк это напиток который отвечает на два вопроса первый это аперитив перед обедом то есть за нужен мы собираемся и нам подают коньяк молодой коньяк в виде какого-нибудь смешанного напитка либо сайт car классический коктейль либо с водой типа как виски highball как виски содовая все затем они все переходят за стол и за столом они уже на ужине пьют только вино весь ужин пьют вино и только в конце когда уже ужин закончен тебе предложат бокал старого взрослого коньяка это уже дежестив вот так вот употребляются и армоники и коньяки и кальвадосы во франции у каждого дома есть хорошая бутылка хорошего коньяка но его просто вот так как мы никто пить не будет и поэтому считается что во франции коньяк практически не пьется бьется коньяк смотри бьется коньяк только в трех странах мире вот глобально это первое это китай 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 второе это россия и третье это соединенные штатами причем в каждом из каждом из этих рынков разный сегмент китай пьет только ультра дорогие коньяки все что выше иксо или иксо продается только комит и в россии пьется как раз золотая серединка это вот этот категория вес лупи до который прям посерединке между молодыми коньяками старыми а штаты пьют только молодой коньяк потому что она с машиной да потому что смех и потому что они пьют всегда у них же штатах хоть я и не был но я знаю не понаслышке что они все продают большими бутылками ну то есть у них все там от литра начинается у них большие бутылки большие а еще скотер ел ел да 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 все большой вот и поэтому они пьют большого поэтому они пьют в основном потом они пьет молодые коньяки и вот на эти три рынка вот эта штука работает вообще россия занимает первое место в мире по потреблению выдержанных виноградных спиртов но понятное дело что сюда и бренди попадает которые мы делаем там в армении грузии кизляр вот это все но и французские коньяки тоже пьются с огромным количеством россии и с незапамятных временах никлая второго поэтому тут история коньяка не не проговорили про культуру льда про культуру а мы не посуду да ну слушай пропали это сказать а у нас просто очень жесткий режиссер мы решили вторая серия будет вообще без проблем я с удовольствием конечно вообще ты чё я с радостью я посидеть за круглым столом поговорить с умными людьми я только завсегда а я в следующий раз еще и принесу бутылку коньяка вот и будем уже а тебе виски только ради этого сигары покумарим только ради этого все и было как это как это вы делали как мы показывались это записывали в пандемию тут веселились было мощно вот короче спасибо огромное всем мы выходим на перерыв но вернемся во второй серии будет до хрена интересно